В этом видео я коротко расскажу о вкусе и аромате четырех видов чая, приготовленного из листьев одуванчика. Первые два напитка приготовлены путем заваривания свежесорванных и высушенных листьев. Еще два, которые уже можно назвать чаем, приготовлены из ферментированного сырья. То есть такого, которое прошло пять этапов приготовления перед тем, как попасть в заварник. Ссылка на способы ферментации чая из одуванчикового листа сейчас на экране. Хочу сразу сказать, что вскоре здесь появится ссылка на ролик, в котором я рассказываю про полезные свойства этого цветка и о схемах его приема. Перед тем, как мы перейдем к дегустации, предлагаю подписаться на канал или хотя бы поставить лайк этому видео, так мы не потеряемся из виду. А еще так вы поддержите канал, за что вам огромное спасибо. Итак, чай из свежесорванных листьев, не каждый сможет его пить, по крайней мере пить в удовольствие. Он имеет яркий травяной привкус и горечь. Напиток из высушенных листьев одуванчика. Привкус слегка похож на чай из ферментированных цветков, но вкус не такой яркий. Присутствует травянистый привкус и горечь. Не такая сильная, как у чая из свежесорванных листьев, но все же. А еще после него у меня недолго першило в горле. Аромат травянистый, но очень легкий. Гранулированный чай, который ферментировался примерно 20 часов. Интересно, но его крепость оказалась больше, чем у крупнолистового чая, который ферментировался более 30 часов. В привкусе ощущаются фруктовые нотки. Издалека он мне напомнил привкус груши. Нет горчинки. Травянистый привкус и аромат тоже полностью пропал. Запах фруктового чая насыщенный. Можно пить вместо привычного черного чая. А вот чай из крупнолистового сырья получился более мягкий на вкус. В нем отдаленно сохранился травяной привкус и аромат. А это говорит о том, что ферментация прошла не полностью. Оба чая ферментировались в одно и то же время из одного того же сырья при равных условиях. Пока что могу рекомендовать делать гранулированный чай, он более удачный в отношении вкуса. Сразу хочу добавить, что я также готовлю чай из цветков одуванчика. Посмотреть рецепт можете по ссылке на экране. На этом у меня все, до новых выпусков и до новых встреч на Кукише. Всем пока!